Доброго времени суток всем тем, кто нас смотрит. Сегодня у нас новая рубрика «История успеха». С вами Куркем Ибраева. И у нас сегодня в гостях в центре StudyTime мой студент, Алиби Жангильдер. Он один из моих лучших студентов, который сдал IELTS на 6.5 с первого раза. Добро пожаловать, Алиби. Здравствуйте. Как ваши дела? Все отлично, спасибо. Очень рада вас видеть сегодня. Спасибо, что согласились дать нам интервью. Алиби, скажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Какие у вас изменения в жизни есть? Во-первых, я поступил в университет. Вот это одно из самых главных изменений на данный момент. То есть у вас новая ступень жизни? Да. Ясно. Как я знаю, вы у нас выпускник ПТЛ школы, правильно? И вы изучали английский язык с 7 класса. То есть у вас как был процесс вообще? Долгий ли был процесс изучения языка? Да, в основном английский язык мы углубленно начали изучать. В 7 классе у нас в неделю по 12 предметов было. Чисто на английском языке, да? Да, английский язык именно. А, ясно. То есть а до этого у вас какой был опыт? До этого, ну, в простой школе я с 3 класса изучал английский язык, но особое внимание этому не уделял. А почему именно вы решили поступить в ПТЛ? Что вас на это подвергло? Как бы одна из самых сильных школ, я считаю, в Казахстане. Очень, ну, всегда много детей из турецкого лицея занимает места на Олимпиадах или вообще школа для одаренных детей. То есть вы решили быть в числе таких одаренных детей, да? Окей. А вот у вас был опыт сдачи IELTS-теста? Да. Каков был ваш путь к ВАЛу 6.5? Ну, как я сказал, во-первых, у меня была хорошая база, но все-таки знать английский язык и сам IELTS, это мне говорили две разные вещи, поэтому я пришел сюда, чтобы изучать именно IELTS. Я готовился 3 месяца. Ясно. То есть, как я помню, вы готовились по Супер-АЛЦ, да, системе? И вот во время изучения, подготовки, какая секция для вас была самая сложная и самая легкая? Одна из самых легких, высшие баллы я набирал по спикинг, а самое сложное для меня было райтинг, потому что, во-первых, у меня почему-то не хватало идей в первое время, чтобы написать 250 слов. То есть, если номер два, да? Да. И потом у меня еще часто было Spelling Mistakes. Как вы побороли вот эти все свои вещи? Побороли, ну, я часто, мне советовали, вот, учителя вы советовали, все время часто писать эссе, потом новые слова учить и, как бы, записывать все, как бы, моторика руку, чтобы все запоминал, как пишутся слова. А почему вы выбрали IELTS, почему не TOEFL? Ну, TOEFL, насколько я знаю, сдается в Америке, поэтому, да, но не поздно, я все равно хочу уехать в Европу, и поэтому, чтобы туда поступить, нужно им нравиться. Угу, ясно. А что вы получили у преподавателей в стадии IELTS? Чему вас научили? Ну, вообще, как бы, я сразу пришел сюда, поэтому, как бы, все, что я знаю, про IELTS научили именно, научился я здесь. И, как бы, сами учителя здесь не сдавали IELTS, поэтому они знают очень много, как бы, хитростей, можно сказать, поэтому они хорошо научились. А кто вас был преподаватель? Ну, у меня было два преподавателя. С первого вы, Куртнем, а потом нет. Хорошо, ясно. А чего вы научились у каждого преподавателя? Разные ли у них подходы? Подходы, да, разные. Я бы сказал, что вы, как бы, более строгая, потому что я помню, в первый раз вы, как бы, сказали, чтобы мы не отвлекались, вы у нас отбирали телефоны, и, как бы, у вас более жестко то, что мне понравилось. Потом вы... А у Йенлик? Что вы? У Йенлик, она, она хорошо, этот, спикинг, мне кажется, ввела очень хорошо, она заставляла нас учить идиомы, вот это все, словарный запас, благодаря ней у меня хорошо повысился. Хорошо, и какие вы можете в лицеве, то есть, студенты, те, которые только-только собираются дать айлс? Ну, во-первых, конечно, как и в любой ситуации, надо усердно работать, надо часто заниматься, потом, например, если у вас плохой спикинг, я советую слушать много аудиозаписей, подкасты всякие, и именно, чтобы это были британские, потому что английский язык, как бы, английский-английский отличается, и британский, и английский, это совсем другое, а айлс, именно британский. По остальным секциям есть у вас какие-то еще советы? Советы? Ну, рейтинг, это надо очень много читать, и читать не просто академические, как бы, тексты, да, академические тексты, рассказы, и надо тоже повышать свой словарный запас, и надо еще уметь быстро читать, потому что 60 минут ты должен успеть прочитать, и еще на вопросы ответить, поэтому надо уметь быстро посчитать. А те студенты, которые с первого раза, как бы, не получают 6,5 баллов, что им делать? Что им делать? Ну, всегда можно пересдать, ничего страшного в этом нету, и самое главное, я думаю, не волноваться, когда перед экзаменом. Если ты готовился нормально, то я думаю, любой человек может с первого раза сдать. Хорошо. Спасибо за ваши советы, было очень интересно получить у вас обратный фидбэк о нашей работе, то же самое, и надеюсь, что вы поступите в Европу и достигаетесь своих целей, а тем, кто нас смотрел, слушайте советы, которые люди уже сдали тесты, и, как бы, думала о любви, посоветовала очень много техник, которые нужно вам освоить. До следующих встреч, всего вам доброго.